всем привет блендер 290 и по прошлым роликам захотелось вот теперь трехколесный мотоцикл именно заанимировать и посадить сюда именно персонажа как это будем делать давайте единица на нампаде тройка на нампаде семерка на нампаде выберем так камера свет отключаем выбираем мотоцикл и теперь что делаем перекручиваем его вот таким вот образом как-то так теперь вяжем осет оригин 3d курсор так теперь выбираем тройку на нампаде и выберем вот этот пивот перенесем на колесо shift правая кнопка мыши нажимаем вот сюда центр смотрим что да как принципе пойдет так тройка на нампаде поближе поставим вот так выровняем вот таким вот образом shift а добавляем арматура single bone ставим видимость во вьюпорте in front и заходим в edit mode единица на нампаде жмем r опускаем косточку и с ее так с ее уменьшаем с помощью подставляем вот сюда даже поближе и попробуем теперь так еще пивот перенесем выберем теперь косточку тройка на нампаде жмем е вытаскиваем кость alt и clear parent отсоединяем выбираем еще раз кость не вытаскиваем косточку alt и clear parent и отодвигаем ее подальше следом shift а добавляем кость теперь r перекручиваем и подставляем ее где-то вот сюда так все нормально чуть-чуть еще подкорректируем тройка на нампаде дублируем вот эту косточку вот эту так тройка на нампаде shift d силчок копируем и переводим на заднее колесо так теперь заходим посмотрим выбираем вот эту кость вот эту и вот эту через shift делаем control п так выйдет мод control п keep offset вот эту косточку вяжем с этой косточкой control п keep offset смотрим что тут получается заходим теперь в обжиг мод выбираем косты сначала колесо вот это потом вот эти вот косточки заходим в пост мод выбираем вот эту кость и жмем control пи бомб заходим в обжиг мод только косточки теперь выбираем выбираем по смотр вот эту косточку и вот эту выбираем control шрифт c это будет трек ту так трек ту теперь выбираем вот эту косточку и вот эту control шрифт c выбираем трансформация так выбираем эту косточку находим вот этот constraint трансформация выбираем map from и находим локация здесь будет минус 1 enter по по игреку и единица enter следом находим map to находим ротация и по игреку ставим так минус 90 на 90 так проверяем что у нас получилось вот увидите колесо движется но нужно его настроить на local space local space local space теперь нам нужно привязать вот это колесо и от дублировать вот эти настройки на эту кость как делаем все это дело object мод выбираем колесо через shift косточку находим по смотр косточку control пи бомб теперь опять же object мод выбираем только косточки заходим по смотр выбираем первую вот эту кость через shift вот эту и теперь в прошлых как сказать версиях это сочетание control c но у меня не работает эта штука нажимаем fn и жмем f3 и находим copy constraint to selected bone пишем copy или bone constraint пишем и он высветит вам вот эту настройку все теперь у нас эта кость тоже настроена проверяем вот колеса крутится все хорошо control z все возвращаем назад теперь нам нужно вот это колесо настроить как делаем выбираем вот эту косточку заходим в edit mode семерка на нампаде делаем shift d щелчок и не зеркалим а просто переносим ее ну вот сюда g английском подгадываем ее по центру как-то вот поровнее стараемся и заходим теперь посмотрим выбираем главную косточку и проверяем она у нас не привязалась колесо нужно еще колесо привязать выбираем колесо выбираем косточки по смотрю выбираем эту кость и жмем control пи бон так теперь обжигнут только кости выбираем и по смотрю выбираем главную кость колеса крутятся все все нормально все зашибись control z на место их ставим теперь привязываем корпус корпус к этой кости опять же в пост мод control пи бон и нам нужна еще одна косточка object мод выбираем кости заходим в edit мод добавить надо еще одну косточку жмем shift а выбираем кость r перекручиваем и привязываем ее вот к этой кости к центральной control пи keep offset так вот эту косточку вот эту косточку поровнее как бы вот сюда ставим семерка на нампаде смотрим все нормально и привязываем к ней теперь вот этот корпус в смысле вилку control пи бон и нужно поставить ей слежение вот выбираем косточку сначала в object мод одни кости выберем пост мод выбираем эту косточку и constraint добавляем к ректу и следить она будет арматура за косточкой давайте два так теперь что я тут перекоробила получается вот такая штука если поставим по y проверяем будет она крутиться за колесом нет control z выбираем косточку ставим теперь y z проверяем вот вы видите теперь она крутится за колесом все нормально но вилка у нас неправильно установлена если мы сейчас начнем уменьшать вот эту штуку она станет на место но будет фишка в чем что она плохо будет крутиться за колесом или вообще не будет control z поэтому сделаем вот так до полной и теперь зайдем в object мод выберем вот эту вилку так единица на нампаде и попробуем обмануть судьбу перекрутить саму вилку вот так поправляем выводим подставляем назад как-то поправим не чтоб это дело тут все стало так семерка на нампаде и немножко все это дело еще подправим подкрутим подкорректируем зайдем теперь в пост мод смотрим что получается если мы вертим теперь вот эту косточку вот увидите что у нас крутится и руль так все это дело хорошо теперь все дело это сохраняем save us и попробуем какую штуку поднастроить колеса если вот смотрите мы сейчас введем мотоцикл и вот колеса вы видите что совершили определенный оборот и все дальше не крутится давайте их перенастроим выберем вот эту косточку и поставим допустим минус 6 на 6 и поставим не минус 90 а минус 360 и тут 360 проверяем если выбираем эту кость мы введем это колесо еще крутится вы видите а эти уже стали за 100 полились ну ничего давайте эти кости также перенастроим минус 6 опять же вот минус 6 это если вы делаете какую-то там свою анимацию можно там минус 10 поставить а если вы пускаете по курве ее то минус 1 достаточно один оборот а там она будет дублироваться так шестерка ну и здесь тоже ставим минус 360 enter тут ставим 360 enter вот все эти два колеса нормально телекрутятся не забывайте control z возвращаться на исходную позицию потому что потом произойдет сбой и будет казус мотоцикл мотоцикл должен стоять полностью в той точке в которой вы все это дело делаете ему минус 360 360 все мотоцикл настроен опять же можно его теперь сохранить и добавим сюда давайте персонажа в object mode добавим персонажа импорт импорт fbx находим персонажа вот такой персонаж вам уже знаком и так кости настроены давайте зайдем посмотрим и посадим персонажа на мотоцикл так g выбираем тело так не это вот тазовую кость так вот эту косточку тоже ногу поднимаем вот сюда где-то на стойку ставим так теперь руки г g r r так так и Продолжение следует... Так, и немножко, наверное, спину изогнуть, голову немножко приподнять, шею так как-то. Смотрим, что получилось. Так, поправляем ноги. Так, что тут с костями? Пятки тянут, ну ладно. Нужно вставлять сюда уже персонажа, и тут ему сразу кости вставлять. Так. Ну и вот это всё дело тоже через шифт кости выбираем. И можно их подсагнуть. Ну и с этими тоже костяшками то же самое. Так, что. Что-то в таком духе. R чуть-чуть поправляем. Заходим теперь в шейдинги. Так, персонаж у нас раскрашенный. Давайте мотоцикл теперь подкрасим. Так. Object Mode. Выбираем колесо. Назначаем материал. Давайте цвет чёрный. Теперь следующее колесо выбираем новый материал. Добавляем этот же материал. Ну и на это колесо тоже нью. Чёрный материал. Теперь выбираем мотоцикл. И ему, наверное, поставим цвет серый. Не пускай такой будет. Вот, вот, прикольный. Чуть-чуть ещё его потемнее. Так, теперь вилки. Назначаем тот же цвет. Находим вот так. И применяем. Так. Теперь нам понадобится колесо и фара. Так, давайте выберем мотоцикл. Зайдём в Edit Mode. Выберем полигоны. Нажмём английскую L. Всё по прошлым роликам. И назначим плюс. Ещё один материал. Ну, это будет у нас чёрный. И Essision. Так, снимаем выделение. Что ещё тут можно подкрасить? Давайте фару подкрасим. Выберем. Object Mode. Зайдём, выберем вот эту вот вилку. Найдём Edit Mode. И попробуем C. Вот так это всё дело. Ровненько покрасить. Так. SK нажимаем. Теперь добавляем материал новый. Пусть будет белый цвет. И поставим... Так. Эмиссию. Ну, вот что-то в таком духе. Применим Essision. Object Mode. О, фара горит. Так, теперь настроим свет. Найдём лифт и поставим солнце. Так. Сон. Пять тысяч пускай будет. Тройка на нампаде. R перевернём. Вот так вот. И чуть-чуть. Как бы усилим G в зенит. R в закат. Ну, вот теперь можно делать анимацию полностью. Персонаж привязан к мотоциклу. Тут что ещё нужно сделать? Добавить косточки. Давайте добавим косточки ещё. Так. Ну, вот. Выберем кости мотоцикла. Добавим. Так. Добавим, наверное, Edit Mode. Shift A. Добавим ещё косточку. G. Вот так её переведём. Теперь делаем R, S. И нужно их подставить именно вот сюда вот к рулю R, G. Для чего? Чтобы мы могли потом руки привязать вот к этим костям. Когда он будет ехать. Так. Вот так вот. Вот так вот. Так. Семёрка на нам паде. Shift D. Развернём. И G подставим вот сюда. Теперь нужно вот эти косточки, вот эти косточки привязать. Ну, какой, допустим. Давайте вот к этой кости привяжем. Ctrl P. Keep Offset. Проверяем. Заходим теперь в Object Mode. Выбираем персонажа, кости и мотоцикл кости. Заходим в Post Mode. Так. Вот эти косточки нужно G поднять сюда. Руль-то мы перекручивали. Так. Теперь G вот сюда. И, наверное, всё-таки сделать Bon. Выбрать вилку. Выбрать эти кости. Post Mode. И нажать Ctrl P. Ctrl Z. Надо было их сразу добавлять тогда. Так. А как же обыграть это дело? О, тоже будет ломать их. Так. Так, Ctrl Z. А мы поставим просто, наверное, слежение. Так, Ctrl Shift C. И поставим так, 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 так. И следить они будут, эти косточки, за вот этой костью. Это будет у нас называться она Бон 6. И слежка будет за Бон 6. Вот так вот. Проверяем, что получится. Всё, косточки привязаны. Теперь можно вот эти руки, вот эти руки привязать вот к этой кости. Допустим, выберем персонажа и вот мотоцикл кости. По смот. Вот эту косточку берём. Нажимаем через Shift и жмём Ctrl P. Бон. И теперь получается, если мы будем крутить вот эту кость. То будет и крутиться персонаж. Но его можно подкорректировать потом. Можно записать просто анимацию. И всё будет нормально. Так, давайте пока что-нибудь такое запишем. Так, просто пусть проедет, наверное. Так, тройка на нампаде. Пока это всё дело сохраню. Выбираем английскую A всех косточки. Так, вот эти пока прописки. Delete keyframe. Пишем A и lockRot. И как бы вперёд вот так. Так. Вот Ctrl Z. А английская. На сотый кадр. Так, а вот здесь уже получается казус. Ctrl Z. Нужно персонажа привязать, наверное, вот к этой кости тоже. Убираем таз. И вот эту косточку. Ctrl P. Бомб. Во. Смотрим теперь английская A. Ну вот персонажа надо, наверное, добавлять и уже здесь делать. Вот эти вот FBX формат, он вот этой тянет, казусы делает. А если я выберу одну кость только, ну вот с одной косточкой нормально всё это дело происходит. А, и локация. Давайте посмотрим, что получилось. Ставим 100 кадров. Ну вот колёса крутятся, персонаж едет. Единственное, что на косточке, наверное, надо больше ставить вот эти кости. Настраиваем не на 6, наверное, а давайте на 8. Так, минус 8. Enter. И тут 8. Enter. Здесь ставим на косточку тоже. Минус 8. И тоже ставим 8. В общем, проверяем, что да как. Ну вот колёса уже дольше крутятся. Так, проверяем. Колёса крутятся. Так, вот здесь вот эту косточку тоже выбираем. И ей ставим минус 8. Enter. 8. Так, ну и можно персонажа тут теперь прописать как-то. Типа вот где-то вот на этом кадре. Вот на этом кадре. Прописываем персонажа. Так, вот эту кость выбираем. И вот так вот, раз. А, и локация, ротация. И всё, вот он пошёл. Так, и надо вот этот вот кадр, вот этот кадр, последний тоже прописать. Р персонажа нагибаем. Персонажа нагибаем. Шею выгибаем. А, и локация, ротация. Можно так же ещё где-то вот на 60 кадре. Или давайте вот с 29. Пусть он голову повернёт где-то вот на 40-ом. Так, выбираем голову. Семёрка на нампаде. И голову поворачиваем в сторону, допустим, камеры. А, и локация, ротация. Косточки отключаем. Вот нужно тут ещё веса поправлять. Значит, переделываем. Вот эту убираем. Delete keyframe. А, Ctrl Z. Ctrl Z. Delete keyframe. И повернуть можно просто с шеей. Вот, шею выбрать. И голову тоже. Семёрка на нампаде. И R. Вот теперь нормально будет. А, и локация, ротация. Ну, вот такая информация. Дальше тут уже руками можно водить. Там, я не знаю, взрыв мотоцикла делать, что угодно. Пускать его по курве. Словом, вариантов валом. Всё, всем пока. До свидания. До свидания.